Hello! Ich bin Lira, и сегодня поговорим о существительных в немецком языке. Das Substantiv – это существительное. Имя существительное отвечает на вопрос «кто что». Так вот, все существительные немецкого языка подразделяются по родам. На слова мужского рода, на слова женского рода и существительные среднего рода. Точно так же, как и в русском языке. Но плохая новость в том, что род имен существительных в русском языке и в немецком языке не совпадает. Ну, иногда совпадает, но в основном не совпадает. Например, все вы знаете слово «бутерброд». Брод – это хлеб, и он у них среднего рода. Бутер – это масло, и оно у них женского рода. Иногда может совпадать, например, в слове «кэзе» – «сыр». У немцев тоже сыр мужского рода. Так вот, мой огромнейший совет и очень полезный совет – слова надо заучивать вместе с артиклем. То есть не нужно учить слово «брот», а нужно заучить «дас брод». Что такое «дас»? Это коротенькое словечко, которое говорит вам, что это слово среднего рода. «Дас брод» – это артикль, это определенный артикль. Итак, мы запоминаем, что «дас» – это определенный артикль среднего рода. «Дас» – «дас брод». Все слова, у которых артикль «дас», они, значит, среднего рода. И вам не нужно заучивать слово «брод» отдельно. Вам нужно заучить слово «дас брод». Как будто бы существует слово «дас брод». Слово «брод» без артикля, оно почти вам не нужно, потому что в речи вам трудно будет его употребить. Итак, идем дальше. «Ди бута». «Ди» – это артикль женского рода. Запоминаем. «Ди бута». По нему видно, что масло женского рода. «Ди бута». Дальше. «Диер кезе». «Диер» – это артикль мужского рода. «Диер». Итак, вот у нас три артикля. Это артикли «дас» – средний род. «Ди» – женский род. «Диер» – мужской род. Это артикли, это определенные артикли, потому что есть еще не определенный артикль, который мы пройдем чуть дальше. Это определенные артикли имен существительных в единственном числе. «Дас» – средний род. «Ди» – женский род. «Диер» – мужской род. Запоминаем. Есть еще один артикль. Артикль множественного числа. «Ди» – он совпадает с женским, да, женским родом. «Ди» – это артикль множественного числа. Возьмем слово «ножи». Ко всем этим продуктам понадобятся ножи. Один нож будет «дасмесса». Какого оно рода? Правильно, среднего рода. «Дасмесса». Мы это видим по артиклю «дасмесса» – это нож. А «ножи» будет «димесса». Само слово «не изменилось». Так бывает не всегда. Они иногда меняются, слова, да, получают другие окончания. Но слово «нож» не меняется. И мы видим, что здесь написано не «нож», а «ножи» по артиклю «ди». Это артикль множественного числа. Немецкие существительные могут образовывать формы множественного числа. Точно так же, как и русские слова. Например, «был стол», добавили окончание «стало столы». Или «был стул», добавили окончание «стало стулья». Так точно так же добавляются разные окончания к немецким словам, и получаются уже слова во множественном числе. Например, плавно перейдем к изучению темы «семья». «Ди фамилия» – семья. Мы видим, что оно женского рода. «Ди фамилия». А «семьи» будет уже «ди фамилиен». Кажется, что артикль не поменялся, потому что артикль женского рода и множественного числа совпадает. «Ди фамилия» – семья. «Ди фамилиен» – семьи. Добавилось окончание «н». Следующий пример. «Дас кинд» – ребенок среднего рода. «Дитя». Дитя у нас тоже среднего рода, да? Мое дитя. «Дас кинд». А дети уже «ди киндер». «Ди киндер». Следующее. «Дэр зон». Это сын. «Дэр зон». А сыновья – «ди сёне». «Сёне». Обратите внимание, корневая гласная даже изменилась. Было «о», а стало «о умлаут», который звучит как «ю». Было «сун», а стало «сёне». «Дэр зон» – «сын», «ди сёне» – «сыновья». Так вот, эти окончания «н» для женского рода, «эр» для среднего рода и «э» для мужского рода типичны для всех этих родов. То есть большинство слов женского рода образовывает множественное число с помощью окончания «н». Средний род с помощью окончания «р», а мужской род с помощью окончания «э». Также слова мужского и среднего рода могут получить умлаут в корне. То есть если есть корневая гласная «а», «о», «у» или «ау», дифтонг «ау», то может появиться умлаут. Но кроме этих окончаний существует еще огромное количество других окончаний, других возможностей образовать множественное число. Иногда слово вообще не меняется, как это было у нас со словом «нож». Мы говорили «дасмессер» – «нож» среднего рода и «демессер». Как бы мы можем сказать «Ага, слово-то не поменялось». Так вот, второй мой совет. Как мне кажется, очень ценный, потому что выстраданный мной самой. Учить немецкое существительное нужно следующим образом. Ну, возьмем слово «сын». Мы учим его так – «der zohn» – «sönne». То есть мы учим его с артиклем и рядом тут же представляем его форму во множественном числе. «Der zohn» – «сын» – «sönne». Тогда вам будет намного легче употреблять все эти слова в вашей речи. То есть не нужно будет думать «Ой, как же оно образует множественное число». У вас уже в голове как бы готовая такая формула. Вы знаете его род, вы знаете его множественное число. Выучив слово подобным образом, вам будет намного легче употреблять это слово потом в речи. Кажется, все это посложнее, чем выучить одно слово, но это оправдает себя на все сто, на все двести процентов. Это точно. Так что запоминаем, что самый верный способ учить немецкие существительные – это учить их вместе с артиклем и с формой множественного числа. Следующие слова покажут вам, как же по-разному образуется множественное число у немецких существительных. И вы поймете, что это был хороший совет заучивать их сразу. Итак, начали! Die Mutter – мама. Die Mutter – мамы. Обратите внимание. Mutter – у, а Mutter – уже у, умлаут. Звучит как «ю». Mutter – die Mutter – мама. Die Mutter – мамы. Заучиваем как «die Mutter – мütter». Der Vater – папа. Die Vater – тоже во множественном числе появляется «а» умлаут. Der Vater – die Vater. Die Tochter – дочка, дочь. Die Tochter – die Tochter. Все эти слова. Die Mutter – die Mutter. Der Vater – die Tochter. Они только умлаут получают во множественном числе. У них нет каких-то дополнительных окончаний. Бабушка. Die Großmutter. Слово «гросс» означает «большая». Большая мама – бабушка. Die Großmutter. Ну и множественное число точно такое же, как и у мамы. Die Großmutter. И, соответственно, дедушка. Der Großvater – die Großväter. Бабушка и дедушка можно еще ласково называть «die Oma» и «der Opa». Множественные числа. Омас – опас. Сестра. Die Schwester. Сестры. Die Schwester. Die Schwester. Die Schwester. Брат. Der Bruder. Братья. Die Brüder. Появляется умлаут. Der Bruder. Die Brüder. Дядя. Der Onkel. Die Onkel. Ничего не меняется во множественном числе. Der Onkel. Die Onkel. Тетя. Die Tante. Die Tante. Внук. Der Enkel. Множественное слово. Die Enkel. Тоже ничего не меняется. Der Enkel. Die Enkel. А внучка будет Die Enkelin. Вот это окончание –ин, оно типично для женского рода. Die Enkelin. А внучки – Die Enkelinen. Обратите внимание, N удваивается. Die Enkelinen. Внучки – племянник. Der Neffe. Племянники – Die Neffen. И племянница – Die Nichtte. И племянницы – Die Nichten. В немецком языке также есть слова, которые употребляются или только в единственном числе, или только во множественном числе. Возьмем несколько слов, которые употребляются только во множественном числе. Это слово родители. Die Eltern. Это родители. И есть еще в немецком языке слово Die Großeltern. Это слово мы переведем как бабушка с дедушкой. Die Eltern. Родители. Die Großeltern. Это бабушка и дедушка. То есть большие родители, да? Слово Groß – большой. Die Großeltern. Бабушка с дедушкой. И еще в немецком языке есть слово Die Geschwister. Это слово переводится как братья и сестры. Немцы могут спросить, есть у тебя братья и сестры? И используют при этом слово Geschwister. Die Geschwister тоже употребляется только во множественном числе, означает братья и сестры. Die Geschwister. И это все на сегодня. И я надеюсь, что мой совет учить немецкие существительные сразу с артиклем и с формой множественных числа вам пригодится. В комментариях вы можете поделиться, как вы учите немецкие слова. Всем удачи! Tschüss!